привет всем наступил двадцатый год прошли новогодние каникулы отдохнули надеюсь что все живы здоровы ну вроде все на месте никого не потеряли ну что ж прошлый раз 31 декабря 19 года в очень быстром темпе снял я палубку с лестницы общий вид мы с вами посмотрели логотип конструкцию сегодня предлагаю сделать обзор то есть более пристально пройдемся по лестнице самое главное проверим геометрию и я отвечу на все ваши вопросы относительно лестницы которые были под комментарии в комментариях под прошлым видео ну и в инстаграме тоже уже спрашивали для тех кто еще не в курсе что к чему прошлой весной собрал я палубку под бетонную монолитную лестницу в начале лета я ее залил и вот буквально 31 декабря снял опалубку если вас интересует в мельчайших подробностях весь процесс на моем канале есть по этой ссылке плейлист относительно лестницы пожалуйста проходите смотрите первое о чем вы меня довольно часто спрашиваете в комментариях это размер лестницы ну вот смотрите начнем вот с этого размера от этой стены вот до этой вот этот промежуток он равен 2 метра 20 сантиметров расстояние между маршами то есть вон в том месте где марш и стыкуются 2 сантиметра соответственно ширина одного марша получается 1 метр 9 сантиметров размеры проема оставленного в перекрытии 2 этажа под лестницу ширина 220 длина 320 размер ступеней ширина 1 метр 9 сантиметров вот этот размер ступени 30 сантиметров высота подступенка 174 миллиметра толщина плиты марша 10 сантиметров поворотная площадка но соответственно длина ее 220 ширина 95 сантиметров толщина ее также 10 сантиметров как и толщина плиты марша первая ступень и так называемая пятка или каблучок то как называет высота сейчас первой ступени вот такая почти два раза больше чем все остальные на черновой пол ляжет гидроизоляция потом утеплитель и чистовая стяжка с теплым полом плюс еще чистовая облицовка в итоге высота подступенка первой ступени получится 12 половиной сантиметров облицовку планирую деревом на это я оставил пять сантиметров запланировал 4 сантиметра сама доска и один сантиметр будет подложка в итоге 12 с половиной сантиметров прибавляется пять сантиметров и получается мой размер подступенка 17 с половиной сантиметров ну и так далее здесь ложится облицовка поднимается ступень на 5 сантиметров здесь остается 12 с половиной укладывается облицовка на следующую ступень вырастает она до 17 с половиной и так далее все ступени включая первую будет 17 высота подступенка будет 17 с половиной сантиметров дальше пятка были у вас вопросы по поводу того что зачем я ее сделал на две ступени они как вот большинстве случаев не довел его до мета места и сделал вот так вот небольшой на ширину одной ступени но смотрите нижний марш должен обязательно иметь опору лестнице это фундамент если как моем случае ленточный фундамент здесь проходит лента или заливается там какой-то пятачок но если это плита то вообще ничего делать не нужно в моем случае смотрите вот здесь проходит лента фундамента и здесь получается как бы компромисс между планировкой и размерами лестницы в этом случае там она дальше пошла лента на нее опирается несущая стена с дымоходом и вентиляции которая разделяет котельную и душевую если бы я ленту залил вот в этом месте под первой ступенью то то стена бы сдвинулась и получилось бы меньших размеров душевая больших размеров котельной что мне совершенно не нужно котельные там там и так хороших размеров но душевая она бы получилось бы меньше меня это не устраивало поэтому сделал я следующее залил ленту вот в этом месте там с размерами комнат все замечательно а вот в плане лестницы просто увеличил пятку еще на одну ступень чтобы она попадала на ленту если бы я сделал под одну ступень она выходила бы за ленту в этом случае она больше чем на половину лестница маша получается опирается на ленту фундамент вот в этом месте по пятки хочу еще на один момент обратите ваше внимание по моему при сборке опалубки говорил об этом но точно не помню под под стены ну и вообще везде на начать на черновой пол нужно будет настирать настилать гидроизоляции вот под стены я это уже дело вон там выпуске по 10 сантиметров то же самое нужно было сделать под лестницу я ее там сделал гидроизоляцию но сделал немного неправильно в том плане что перед тем как начать собирать опалубку нужно было сначала настилить гидроизоляцию с таким расчетом чтобы здесь были выпуски со всех сторон по 10 сантиметров я же сначала собрал опалубку а потом уже вырезал кусок и туда его положу гидроизоляция под пяткой есть но она видите получилось без выпусков проблем в этом нет никаких но все равно при на стиле гидроизоляции придется больше сил и времени потратить на это то есть нужно будет делать запуске но на пятку 10 сантиметров со всех сторон особенно но не удобно будет это сделать вот здесь вот под лестнице а так бы если бы были бы выпуски я ее просто сверху кладу лист и наплавляю все ну теперь немного придется повозить последняя ступень на втором этаже тоже было много вопросов по поводу того что она у меня получилось в рове черновым полом с плитой то есть здесь еще будет там стяжка облицовка как бы не получилось ступени но здесь смотрите друзья то же самое вот это последняя ступень увеличится еще на пять сантиметров плюс облицовка до деревом отложенный мною пять сантиметров на полу второго этажа не будет ни теплого пола не утеплителя только стяжка и чистовая отделка и вот здесь толщину стяжки я буду подкать подгонять таким образом чтобы в итоге стяжка плюс чистовая отделка получилось высотой 5 сантиметров и пошла вровень с чистовой отделки в последний ступень вот и все в этом месте расстояние от плиты до плора сейчас метр семьдесят пять до чистового пола расстояние будет метр шестьдесят расстояние в чистом виде от потолка до пола в итоге получится 290 пространство под лестницей буду ли я его каким-то образом использовать ну смотрите здесь я скажу вам следующее да супруга моя когда сюда пришла увидела вот это вот самое пространство сказал о сколько много места можно сделать кладовую ну как бы для нее да в случае когда она спокойно заходит вот здесь под лестницу не нагибаясь да можно сделать кладовку лично мое мнение я не хотел бы подлеченное пространство перегораживать и делать там надо какую-то кладовку или там комнату для гарри поттера потому как это дело очень сильно уменьшит визуальное пространство в коридоре а его здесь не очень немного смотрите на данный момент коридор вроде бы длинный огромный сейчас вот с этой стороны посмотрим вот такой вид но друзья смотрите здесь еще запланирована на легкая перегородка то есть а здесь будет а прихожая ну он же тамбур а вот эта дверь кладовую она будет здесь в прихожей и вот между эту дверью и дверью в кухню вот в этом месте будет перегородка вот так сейчас давайте правило положу вот в этом месте будет перегородка вот такая будет прихожая и вот смотрите я вот сейчас становлюсь на то место где будет перегородка и в коридоре остается вот столько места буквально вот такой пятачок и все и дальше пошла лестница вот это пространство которое идет под лестницу и наверх а ну и видите да визуально увеличивает коридор ну на данный момент вроде бы здесь место много так куда вот вдали на уходе если же вот так как делают вот в этом месте сделать перегородку и здесь дверь то есть получается вот вход в гостиную и тут же будет дверь под лестничное пространство вот это все перекроется но если представить то вы понимаете насколько уменьшится пространстве останется вот этот вот пятачок поэтому этого сделать я не хочу если будет конечно необходимость но мы сделаем но скорее всего это будет будет выглядеть так что вот перегораживая вот в этом месте и тут дверь также закрывая логотип а перегородка будет вот здесь где заканчивается маша начинается площадка вот здесь будет перегородка дверь ну и вот вровень а с лестницы вот это вот внизу пространство тоже закроется то есть какая-то небольшая кладовка для небольших вещей также вот в этом месте когда я собирал опалубку и планировал лестницу были у меня переживания по поводу того что не будет ли здесь а маленький проход вот сюда вот гостиную это большая комната собирался даже делать вот здесь закругление на ступени на ступенях вот так но в итоге не сделал также планировал я чтобы уменьшить просто сделать ее там вот эти вот волшебные 15 сантиметров еще одну ступень планировал здесь сделать но в итоге не сделал и очень правильно поступил потому как в данный момент вот смотрите лестница вход здесь довольно много пространства спокойно можно ходить передвигаться то есть не цепляешь не угол довольно много места и также вход здесь в душевую там котельного здесь тоже осталось довольно приличное расстояние дверь будет открываться внутрь в ту сторону то есть ну вот здесь вот как бы столкнуться двум человеком который один спускается другой выходит но уже меньше вероятности если бы я сделал еще одну ступень а это плюс еще 300 миллиметров где бы она бы где-то заканчивалась здесь очень близко обходу ну и здесь бы в этом случае осталось бы мало места то есть очень хорошо я поступил 175 просто вполне себе нормально все мои члены семьи все мои родители родители жены прошлись они пенсионеры по лестнице туда обратно и вполне всех устраивает то есть 175 нормально еще пара впечатлений от размеров лестница уже дав в таком вот в готовом виде а когда я ее проектировал закладывал ширину марша соответственно и ступеней один метр в чистовом виде и вот сейчас представляю ее уже в чистовом когда она будет чистовом виде хочу вам сказать что метр это минимум что нужно закладывать для ширины маши меньше но это будет очень мало смотрите в данном случае ширина 1 метр 9 сантиметров в чистовом виде будет почти метр то есть еще на 10 сантиметров вот это то что мы сейчас видим еще на 10 сантиметров уменьшится и останется метр ну будет это выглядеть вот так но представьте если 90 сделать но это вообще ни о чем то есть метр но это минимум минимум меньше уже ну никуда не годится то есть смотрите кстати говоря при проектировании нужно не забывать о том что в чистовом виде ширина ширина марша еще уменьшится с той стороны у меня стена голая еще будет штукатурка но моем случае благо что вкладка ровная цементно-песчаной штукатурки не будет будет гипсовая штукатурка выравнивающая типа волна или родбан слой будет ну где-то примерно 5 миллиметров там плюс-минус миллиметр то есть 5 миллиметров штукатурка потом еще здесь на ступенях будет вот такая окантовка да чтобы стены не пачкались моем случае это будет дерево но сделаю окантовку деревянную но если даже минимальный слой тоже где-то 5 миллиметров то есть с этой стороны на один сантиметр лестничный марш ширина уменьшится с этой стороны будут перилы период съедают вообще до 5 сантиметров и в итоге получается 5 6 на 6 сантиметров в чистовом виде мой марш уменьшится ну и в итоге получается метр девять минус шесть ну метр три то есть грубо говоря останется один метр ну сами видите ну куда еще меньше я думаю метр это минимум и поворотная площадка ну здесь впечатление у меня такого плана ширина ее 95 сантиметров и этого я вам хочу сказать мало маловато будет маловато 95 мало здесь тоже самое минимум нужен метр смотрите стена минус сантиметр здесь облицовка ступени будет выпирать на полтора два сантиметра минус три сантиметра 95 минус 3 но это получается опять же грубо говоря 90 сантиметров в общем то смотрите чтобы подняться развернуться человеку но принципе любой комплектации вполне достаточно но вот в плане интерьера здесь уже ничего не поставить что есть не поставишь там катку с цветком какие-то предметы интерьера то есть этого в этом плане здесь никак ничего не получается только пройти вот поэтому то же самое друзья площадку минимум минимум метр надо делать плане окна но здесь вот вообще все замечательно высота окна смотрите на 5 сантиметров еще поднимется пол до облицовка ну будет почти по пояс замечательно вот высота окна мне очень нравится вот такое длинное высокое окно почти до потолка на лестнице но в моем случае это большой плюс летом на этой стороне как раз но немного вот в той стороне садится солнце и в это окно попадает вот это вот вечернее такое ну ярко красное солнце и через это окно освещается вот наверху все пространство вот этот вот пятачок коридор на втором этаже то есть да вот это все пространство и также солнечный свет попадает вниз ну само собой освещается лестница прям полностью то есть вот это все пространство освещается вечерним солнцем и также свет туда вниз коридор попадает то есть когда уже вроде как начинает темнеть по идее в этом месте должно в первую очередь темнеть но так как в окно попадает солнце наоборот здесь вот в этом вот в этом всем пространстве а светлее чем во всех остальных комнатах выглядит это просто шикарно друзья летом я вам обязательно покажу здорово здорово а пришел привет ну давай давай поздороваемся иди сюда давай давай как мы снова делаем давай привет ну как погодка тебе слишком навалило как тебя назвать то может тайсоном тебя назвать а по весовой категории их подходишь шею он вообще у тебя нету сплошняков что идет морда вон какая уж какие-то обгрызла и обмороженные как у боксера как тебе такая кликуха пойдет тайсон где-то чашка твоя давай подходи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и последнее о чем больше всего было разговора в комментариях Это логотип моего канала, который я вот впечатал на память в нижнем марше лестницы Вы мне писали о том, что не надо замазывать сколы, выводить Не надо вообще ее ничем покрывать, красить А вот оставить именно вот в таком вот виде, как вот сейчас она выглядит, да, вот цвета бетона Соглашусь, друзья, именно так я и сделал, выглядеть это будет просто шикарно Сейчас я прошелся шкуркой, счистил вот с поверхности смазка, которая была Ну вот такого цвета, внутри букв она осталась И вот выделились морщины от пленки Ну смотрите, выглядит просто шикарно, согласитесь Сейчас надпись, ну на общем фоне, все серое, бетонное, стены, да, вот такой вот Когда же пройдет уже чистовая отделка, все это будет, да, разных цветов Маш, допустим, там будет белого цвета А логотип останется вот такой вот бетонный Блин, будет круто выглядеть Так я и сделал, обязательно оставлю Ну, вскрою, конечно, лаком Может быть, вот кантовку букв тоже немножко чем-нибудь покрою Так, чтобы еще выделилось Но вот именно общий фон вот так и оставлю Ну и что ж, давайте напоследок пройдемся Посмотрим, что получилось в плане геометрии Поприкладываем правило Есть у меня вот два с половиной, двухметровое правило Ну и пузырьковый уровень метровый взял Давайте начнем вот с самого длинного правила Поставим мы его вот так вот, на вершке ступеней Так Ну давай, держись И сбоку посмотрим Ну вот так вот На этой ступени есть там небольшой зазорчик Дальше все нормально Ну вот, ага На последней ступени Ну, есть там 3-4 миллиметра зазор Давайте на середину сейчас задвину Так Смотрим Здесь тоже самое на этой ступени Небольшой зазорчик Ну и на последней тоже на площадке есть в этом месте Давайте на край поставим прям Ну, замечательно здесь Так, что там вверху Ну, вверху то же самое Есть небольшой зазор В общем, последняя ступень Чуть-чуть пониже получилась Давайте мне запустим Ну, неплохо Есть небольшие зазоры По пару миллиметров Но Вот так Ну и на покрытие Вот так Есть Давайте сейчас вот сюда поставим На марш сбоку Посмотрим Ну, нормально Смотрите Замечательно Так Здесь Тоже Небольшие зазорчики присутствуют В общем, есть зазоры Скажем так В пределах погрешности Пару-тройку миллиметров Давайте вот так сделаем Сейчас на нижний марш Тоже правило поставим Так Середина И сбоку Сейчас К стене Ну, нормально Вроде Вот так По диагонали Давайте сейчас Еще нижний марш Поставим Посмотрим Сейчас Так Опа Раз Два Три Площадка Площадка На площадке Есть чуть-чуть Вот здесь вот прям Видно, что Небольшой бугорчик Присутствует В этом месте Щели бы Появились от этого Вот так Ну, так площадка Сейчас Пойдемте наверх Так Посмотрим площадку Сверху Опа Деревянные бруски Немного выпирают Бетон Подсел Высох Где-то на Миллиметр А бруски Выпирают Есть небольшой Зазор Диагональ Давайте про этот Уровень Сейчас поставим По диагонали Но и Не идеально Есть немного Смещения Вот так То же самое Вот так Ну, на площадке Как бы Немного Немного Куда у нас Немного Ага Тот Тот край Чуть-чуть Подсел Облицовкой Нас нужно будет Это дело Подправить Так Давайте по ступеням Пройдемся Сначала уровень Горизонталь ступени Посмотрим Так Отлично Вторая Есть 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 Отлично Давайте сейчас Вот так Правила Поприкладываем Отлично Замечательно Ну, вот так У меня вообще Сомнений нету Здесь я вытягивал Правилом Как помните Да, вот СППС Здесь направляющая Здесь Боковушка фанеры Была Правилом Вот так Я их вытягивал Ну, вот Результат Получился Неплохой Но даже Очень Есть Такое Дело Давайте Большое Правило Так же Кинем Как и Внизу По вершкам Проводимся Здесь Ступеней На две Меньше Правило На все Ступени Ложится Ну, вот Так Тоже Кое-где Там Один Два Миллиметра Есть Зазоры Вон Там Например Середина Так Давайте Вот так Поставим Здесь Есть Дырка Здесь Наплыва Еще Мешается Ну, в общем-то Нормально Сбоку Давайте Ну, здесь Прям Эталон Получился Смотрите Идеально Верхний Ваш Чуть Получше Получился С этим Нижний В плане Геометрии Вообще Прям Круто Мне нравится Ну, что Вроде бы Все Посмотрели Что сказать Что сказать Меня устраивает Я доволен Учитывая То, что Облицовкой Буду Заниматься Я же То есть Для себя Я в общем-то Неплохо Я думаю Подготовил Поверхность Ну, в любом Случа Для первого Раза Вполне Себе Я думаю Ну, вот Такое У меня Получилось Железобетонное Изделие В виде Лестницы Все Оставляем ее В покое Сейчас я Перекрываю Второй этаж Пленкой И сразу же Перетекаю В гостиную Оттуда я буду Начинать Разводку Электропроводки На первом этаже На сегодня Все Обязательно На стройке Скоро Увидимся Ну, а пока Всем пока ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА